Да, я открываюсь перед тобой с новой стороны, что? Слушай, я тоже ставлю в свои девятки этот трек. А нам какой-то приз вы дадите, если мы все угадаем? Мы разыгрываем 20 пар билетов на ВК-фест, который пройдет 20 и 21 июля в Санкт-Петербурге. В этом году мы снова будем загадывать треки гостям фестиваля. Ищите наш шатер в зоне пабликов. Чтобы выиграть билеты на ВК-фест, посоветуйте в комментариях 5 классных треков, которые мы обязательно должны загадать. Будет любовь или нет? Какая большая или крошечная? Всем привет, меня зовут Саша Петров. Я артист. А ты кто? А я так мимо проходил. Меня зовут Макс, группа Ocean Jet. Сейчас мы будем угадывать треки. Кострома Форевер и Переславль Залеский. Схлестнуться. Моя радуга не те, кто рядом со мной, а те, с кем я рядом. Ну а это просто. Это дельфинка. Дельфинка. Очень нравится. Тебе нравится дельфинка? Я тащусь, да, от творчества. Я не могу сказать, что это прямо вот мое-мое, наверное, но это очень талантливо, это здорово, это целая эпоха. Только мы бы так рады. Камеры не лгут, на экране детка Голливуд, камеры не лгут. Это вообще моя любимая песня в последнее время. На, конечно же, Хаски детка Голливуд. Все общий респект. Прекрасный приз. Я считаю, конечно же, большой поэзией. Мне так кажется, мне очень самому нравится. Тексты Хаски это здорово, это прямо круто. А нам какой-то приз вы дадите, если мы все угадаем? Мне нет. Например, футбол, кружка, кружка, афиша. Кама! Это какой-то no name, надо подсказку брать. Группа Ocean Jet. Здесь и со мной рядом человек является солистом. Я вообще на самом деле большой фанат этих людей. Они мне верят, что я их фанат, правда, потому что... Всегда в машине, в наушниках. Уже несколько лет подряд я слушаю. Эта песня, ну, не то чтобы заглавная тема, но мы снимали клип, и там в клипе есть вставки как раз из видеоматериалов из заново родиться. Песня входит, да, в заново родиться. Вселенная их выбрала. Я их не выбирал. Так распорядилась судьба. Это ее происки, мне кажется. Я вообще фаталист по жизни, поэтому... Я верю во всякие-то штуки, когда встреча какая-то происходит, она не может быть случайной. Мы познакомились... Набережная, рассвет и мышленная спецдруга. Да, бежали. Слоумо. Вечно молодцы, вечно пьяны. Словые галлюцинации, вечно молодой. Да. Брат. Братишка, а первый или второй? Второй. Вечно молодой, по-моему, второй, да. Второй брат, да. Ну, всегда как-то мне это было... Мне был близок по-человечески с точки зрения того, что Сережа делал и для людей, и в кадре, и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, фигура Бодрова на меня сильно повлияла на мое мироощущение, наверное, на мое вообще сознание, и так далее, и так далее. Тебе не кажется, что Паль на него чем-то похож? Мне почему-то... Да, я смотрю... Ну, так все говорят, но, ты знаешь, мне так не кажется, потому что... Потому что не кажется. Coldplay Scientist. Да. На какой ты музыке рос? Продиджи. У нас весь двор гонял Продиджи, слушали все, конечно, все эти банданы, носили футболки и так далее. Нирвана, Продиджи, вот это все. Я тащил сюда одно время от Продиджи, но началось все с группы Агата Кристи. Да. А потом кино и домино. Кино, да, конечно, кино. Потому и страшно, потому и страшно, потому и страшно. Я, кстати, не знаю. Как называется группа? Вот у меня постоянно вылетает из головы, это очень крутая группа. Она из последнего больше всех мне понравилась. А ну-ка вспоминай. Они в лето еще даже снимались. Я об этом плане вообще лошаров. Мы берем подсказку жертвы фанатам. Да, мы подарим мерчуху. Футболки, поставим свои подписи на память и диск группы Ocean Jet последнего альбома. Сколько? Два билета в стадиум на самое последнее шоу за новородице, которое, собственно говоря, закрывается. Это будет последняя возможность его увидеть. Именно в стадиуме 23 июля. Лунг Америка. Шорт Парис. Шорт Парис. Да, это... О! Требуют наши сердца. Шоуфутинский. Шоуфутинский. Актуальная нынче песня. Ну, конечно. Она всегда актуальная. Ну, да. Это мой товарищ Лёва Эльван. Да? Да. Я думал, это корше. Серьезно? Отвечаю. Я думаю, да такой поет только корш. Оказывается, нет. Нет, это Лёва. Блин. Я Лёву очень люблю. Эту песню Дадыр дослужит. Это из нового альбома. Я чего-то не узнал. Максимирон мне нравится. Хаски мне нравится. Все. Я вот молодых, если честно, не сильно понимаю. Фараона, например. Не, у него тоже прикольно. Не, он классный, он очень талантливый. Просто, наверное, я старпером становлюсь. Я не понимаю, от чего молодежь так прется. Скриптонит нравится. Мне скриптонит нравится. Скриптонит, обязательно, да-да-да. Сейчас есть такая большая волна нового. Нового, нового человека. Мне кажется, даже они уже не новыми считаются. Они уже, да. Потому что вот вчера что-то новое вышло. А эти уже все. Да-да-да-да. Вот теперь начинаются провалы. А это не какое-то татарское что-то, татарка или как ее зовут? Макс, ну ты-то должен знать все. Да нет, ни хрена не должен. Ты же должен быть в теме. Я вообще не слушаю. Это твоя область. Твои коллеги. Моя область костромская. Это смешно. Не знаю. Мы берем подсказку «Тайный советник». Я Саша Бортич, и я буду помогать Саше Петрову отгадать песенку для афиши. Но я очень ссу, что не помогать, а просто... Это телка, которая поет «Мой татарин парень, он авторитарин». Подождите, сейчас я буду вспоминать. Сейчас я вспомню. Не помню совсем, как ее зовут. А ее зовут Айгель. Слушайте, я вам хочу сказать, что очень много людей ко мне подходили и говорили, ну типа узнавали меня и говорили, блин, мы посмотрели афишу. Это так круто. Мне Кирилл Иванов из СПБЧ прислал смешную картинку, где кто-то пишет комментарий типа «хочу ее ноги на плечи», а ему в ответ скидут мою фотку, где мои ноги типа из плечей просто торчат. Вот. Все, всем пока, пока. Спасибо. Да. Костромская область с тобой. Ярославская. Ну я почти знал. Ни хера ты не знал. Ну что ты не знаешь, Джон Сноу? Ну это твои любимые. Это Билли Алиш, Bad Guy. Крутой трек. Да, клип вообще офигительный. У нее вообще, вот визуал у нее просто мощный. Я голос не сразу так... Ну его почти нет, потому что. А вот вообще вся вот эта история... Ну да, что, собственно говоря, доказывает простую истину того, что вот я всегда, знаешь, часто думаю про то, что там вот, не знаю, где-нибудь в ресторане в каком-нибудь, слышишь какой-то голос, человек поет, и поет круто, идеально. Но нету в человеке какой-то магии, какой-то харизмы, и все. А тут вроде как бы и голос какой-то такой странный, и вроде непонятно, что поет, не поет, но зато... Ну у меня вообще такой мрачненький поп, мне вот вообще... Тебе очень нравится вся эта мрачнюха. Да. Это как раз из того же фильма Лето. Да, это из фильма Лето. Я даже знаю, кто это. В фильме ее Горчилин поет. А, это из фильма. Это Горчилин. А это тоже Горчилин? А, это Горчилин! Мать тебе, Боже! То есть я его угадал. Класс. В фильме там много кто ее поет. Нет, Саша потрясающий. В фильме, и фильм потрясающий. Ну вообще Кирилл Семенович Серебренников и его творчество мне всегда было близким. Те немногочисленные фильмы, которые у него есть, он не так часто снимает и хорошо. Это, конечно, здорово. Это прям попадает, плюет в вечность, что называется. Я много раз ходил в лугольцентр и смотрел спектакли. Плюс мы же учились параллельно с курсом Серебренникова, и мы часто пересекались. И какие-то, конечно же, я видел и их дипломные работы, и отрывки, и спектакли, и так далее, и так далее. Сумасшедший. Сумасшедший. Какой бы все понравился тебе? Спектакль? Угу. Ну, у них был отморозки очень круто. Да у них все хорошее. Что если говорить про гугл-центр, на любой спектакль приходи, и ты не сможешь. Хочешь раздеться, стой, не спускайся вниз, залезь мне в сердце. Любимая исполнительница Максима Скакуна. Да. Ты не знаешь, кто это? Сдача. Ты не знаешь, кто это? Да знаю. Никельбек. Никельбек. Монеточка. Как песня называется, я, кажется, не в курсе. Нимфоманка точно? Ни фанатка. Нимфоманка. Ни фанатка это я. А песня Нимфоманка. То есть тебе не нравится «Монеточка»? Нет. Ты серьезно? Серьезно. Почему, объясни. Не, я как бы тоже не то, чтобы фанат, но мне нравится. Очень талантливо, нет? Нет. Ладно-ка. Тексты классные. Не знаю, ты просто старый. Да. Ничего уже совсем не соображает. Я как суперстар, только не супер, просто стар. Давай, жги, Макс. Ты сходил? Нет еще. Ты сходил? Не сходил? Я тоже не сходил. Это Элтон Джон, Rocket Man. А, вырезали сцены? Да, это в российском прокате вырезали, да? Да, это, конечно, прискорбно. Я знаю этого человека давно. А это вот как раз твой любимый исполнитель. Это мой любимый исполнитель поп-музыки в России Сергей Мурунов. Я отношусь к его творчеству, к его пению. Очень нежно и, конечно же, когда эта песня у меня стоит на будильнике, я иногда переслушиваю, пою в караоке вместе с ним эту песню. Сергей скоро подвинет другого Сергея Шнурова. 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 Тогда уж Лазаревый поедет на Евровидение. И, наконец-таки, мы победим за долгие годы. Надо Бурунова на Евровидение вот с этим треком выпускать, и мы всех разорвем там. Ну, или с любым другим. Сереженька, люблю тебя очень сильно, мой лысый старший друг. Я очень тронут вниманием моего младшего коллеги Александра Петрова, моему музыкальному творчеству. Радует тот факт, что он в этом не может ничего, а я могу. Я знаю, что несчастье в бабках болеет, в Вьетнам и горизонте. А это я знаю, ты знаешь? А я знаю. Да я знаю, знаю, знаю. Это трек, который из любой девятки в нашей стране играет. Я вот единственное, что про него знаю. Слушай, я тоже ставлю в свои девятки этот трек. Это Маркул. У нас такой целый. Маркул. Маркул. С кем же он? Ну этот фит-то. Подожди, подожди, подожди. С Оксимироном. С Оксимироном. С Оксимироном. Они, да, они же дружат. Я его тоже, кстати, до дырку в свое время прослушал. Да, я открываюсь перед тобой с новой стороны. И что? И что? Закрой эту сторону. Очень они задорого сняли этот клип. На этот? Да, классно. Мне очень нравится вообще U2 клип. Господи, как песня это называется? Он из тюрьмы выходит с Вуди Харрельсоном. Он там собирает вещи очень долго. Потом, значит, это вообще мой любимый клип. На фотографии у него там еще что-то бреется. И потом его встречает дочь, когда он долго выходит из тюрьмы. Проходит все эти коридоры там туда-сюда. И потом его встречает дочка. Ну, Вуди гениальный артист. Клип гениальный. Мне, кстати, такие клипы гораздо больше нравятся. В которых очень заложена простая история. Если говорить про ту же Фата Морганова. Вот замудренным мне не совсем близко. Мне близко, когда очень простая и понятная история. Я вот сервисов пишу видео. Всем привет. Круто, что тебе понравился этот трек. Год-два назад я его записывал в комнате. И даже не думал, что он может так широко разойтись. В общем, если вдруг у тебя будет желание заснимать его вживую, то приглашаю на свой следующий концерт в стадионе этой осени. Классную музыку слышу. Конкурент. Жги. А? Жги. Ты слабой, как трек называется, я не помню. Конкурент. В памяти вообще не очень много. А это же один из последних, да? Да, это последний вальбом. Компромассный. Классный. Я ознакомился чисто. Ну, мне нравится, как они вживую выступают. Очень круто. Да. Творчество, ну, такое. Я не очень люблю такое все девчачье немножечко, как по мне. Я люблю, как бы, такое. Почему девчачье-то сразу? Это талантливое. Это наоборот. Нет. Музло вообще крутое. Я имею в виду по настроению. По настроению. Светлое. А у тебя, наоборот, такая темнота чернуха. А я по чернухе. А у них светло, все хорошо. Все хорошо. Следующему герою афиши видео мы хотим загадать следующие композиции. Сейчас будет какая-то подстава, я чувствую. Сейчас придется звонить всем, кого мы знаем. Да, эти парни загадали так загадали. Ты знаешь? Ну, это какой-то англичанин с балалайкой. Единственное, что я могу предположить. Лил. Давайте подсказочку. Лил какой-то, нет? Давайте спросим фанатов. Друзья, всем привет. Мы сейчас находимся на афише видео и нужно нам помочь. Помогите нам, пожалуйста, угадать трек. Очень надо. А, это X-Extension, да-да-да. Серьезно? Да. Я загадываю эту песню, потому что она меня на пластинке сильнее всего удивила. Это, на мой взгляд, она похожа на группу фугации. Такого я от X-Extension не ожидал. Был удивлен и интересно, что люди будут говорить, если вдруг они не догадаются сразу. Спасибо человеку по имени Томми... Томми Хеллтриггер. Хеллтриггет. Томми Хеллтриггет. Спасибо. Спасибо, старина Том, что ты нас... Том. Я, конечно, там Тасьона люблю, но не узнал трек вообще. Мерси. 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 Это какие-то Backstreet Boys. Хеллтриггет вообще. Мерси. Бэкстрит Бойс? Это один человек, не Бойсбэнд. Джастин Бибер? Нет. Эдд Шаран песню Eraser, потому что я только что послушал 10 секунд этой песни, и она меня очень впечатлила. По-моему, все должны узнать ее обязательно. Мы не знаем. Проиграли. Это какой-нибудь Гоголь Барделла или как они называются, да? Просто это классная песня, классная интернациональная группа Джипси Панк Фор Рава. О, ты нас спас. Ну, это цыгане, я же, как бы, ну… Ты же такой же. Баста? Нет, какая это что? Нет, какой баста? Киркоров? Наверное, мы не знаем. Кто клип снимал? Это прям шансон, это не Степ, да? Это прям шансон. Контрирэп. Контрирэп. Как ее смогут узнать? Потому что я новый шериф, еб вашу мать, да? Потому что Артем новый шериф. Ну все. Подставай. Надо было назвать. Марио. Бау. Серьезно? Спасибо. Если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо. Дорогие друзья, что хочется вам сказать. 23 июля будет последний спектакль «Заново родиться». Больше играть мы не будем. Мы не будем возвращаться с ним в адреналин стадиуме. В стадиуме, значит, 23 июля. Приходите. Я думаю, что будет круто. Весело. И весело. Да нет, весело не будет. Нет, почему? Будет. Будет. Там много юмора достаточно. Несмотря на всю историю. В общем, приходите. Кто видел, приходите. Потому что я надеюсь, что все-таки он будет каким-то действительно запоминающимся и останется с нами в наших сердцах. И в памяти вот где-то вот каким-то таким чудесным. Шаром. 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 Спасибо. Всем до свидания. Всем пока. Это были мы. Это были мы. А это были вы. Саша и Максим. Да. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok